Икоту вызывают сокращение диафрагмы, мышцы, участвующие в процессе дыхания. Диафрагма получает сигналы от головного мозга, которые могут искажаться по ряду причин. Сокращаясь, мышцы сдавливают легкие, выталкивая из них воздух. Воздушный поток проходит через горта, не раздражает голосовые связки. Заставляя их издавать характерный звук. Чаще всего мы начинаем икать, если случайно заглатываем воздух. Это может происходить, например, при слишком быстром поглощении пищи. Кроме того, причинами икоты могут быть переедание, употребление газированных и алкогольных напитков, которые вызывают спазмы пищевода. Однако бывают и более значительные факторы, приводящие к неконтролируемому сокращению мышц. Рекомендации о том, как избавиться от икоты, используют одну из двух стратегий, глубоко вдохните и задержите дыхание на 20 секунд. Затем сделайте медленный выдох. Если потребуется, повторите еще раз. Попробуйте вдыхать и выдыхать на 5 счетов. Повторите минимум 5 раз. Размеренное дыхание переключает организм в режим покоя и уменьшает спазм. Так делают, когда закладывают уши в самолете, но от икоты тоже помогает. Зажмите нос и сделайте выдох, держа рот закрытым. Налейте стакан прохладной воды и выпейте залпом. Некоторые советуют глотать воду, зажав нос. Нужно взять стакан и разместить так, чтобы вы пили со стороны, противоположный привычный. Рассасывайте кубик льда в течение нескольких минут. Ломтик лимона или клюква помогут остановить икоту. В сети вы можете найти схожую информацию про уксус, стоит ли объяснять, что от таких экстремальных советов лучше держаться подальше. Продукты с интенсивным сладким вкусом и мягкой текстурой, такие как мед, урбечь, арахисовая или шоколадная паста, при рассасывании устраняют икоту. Можно взять и обычный сахарный песок, который быстро растает на языке. Подержите его немного во рту, затем сглотните. Сядьте и подтяните колени к груди, обхватив их руками. Одновременно с этим наклоняйтесь вперед как можно сильнее. Задержитесь в этой позе на пару минут. Подайтесь корпусом вперед и вниз, чтобы создать давление на диафрагму. Иногда от икоты помогает такое действие, просто сильно сожмите ладонь в кулак. Лягте на спину, поверните голову влево и помассируйте шею с правой стороны там, где бьется пульс. Выполняйте круговые движения в течение 5-10 секунд. Оказывается, чтобы избавиться от икоты, можно массировать не только область сонной артерии, но и заднюю часть шеи. Можно попробовать просто нажать на диафрагму рукой. Вытащите наружу язык настолько сильно, насколько это возможно. Можете потянуть его пальцами. Для этого надавите на основание языка пальцами или ложкой. Так вы простимулируете блуждающий нерв. Совет поможет не только прийти в себя, но и прервать икоту. Для этого также подойдут другие вещества с резким запахом, например жидкость для снятия лака с аммиаком. Попробуйте переключить внимание с икоту на что-то другое. Можно почитать, разгадать кроссворд, посмотреть увлекательное видео на YouTube и так далее. Мама с папой утаили от нас, что есть еще один способ перестать икать. Врачи утверждают, что оргазм оказывает сильную стимулицею блуждающего нерва, благодаря чему икота проходит. А об этом способе ходят разные байки и шуточки, но факт в том, что его эффективность зафиксировали врачи медицинского центра Бницион в израильском городе Хайфа. Так они смогли прекратить безостановочную икоту у пациента, при которой не помогал ни один известный метод. Выполнять в перчатках, используя лубрикант. В норме икота не длится слишком долго, и обычно один из простых народных способов быстро помогает. Однако бывают и случаи, требующие медицинского вмешательства. Необходимо проконсультироваться с врачом, если вы икаете дольше трех часов, а также если икота сопровождается болью в животе, рвотой, сильным кашлем или ощущением удушья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова